Ребята, сейчас вы увидите обалденную позицию от игрока на ИС-3, которая позволит выживать против огромной толпы врагов в гордом одиночестве, вытанковывать и очень сильно нагибать. Кроме того, ребят, в конце этого боя вас ждет кое-какой сюрприз. Не буду говорить больше ничего, потому что уже будут спойлеры. Давайте просто смотреть сражение, и как мы видим, сразу же ИС-3 заезжает сюда в пусты, и посмотрите чисто по миникарте, какой безумный разъезд делает наша команда. Они всей толпой поехали оттуда в город на нулевую девятую линию, а этот фланг вообще никто не поддержал. А враги поступили как раз-таки наоборот. Они поехали по второй линии, и теперь нам нужно встречать толпу вражеских тяжей вдвоем вместе с беднягой на L7-90. Прикиньте, как обалдел Светляк, но он, конечно, сам во многом виноват. Ему незачем абсолютно было ехать так близко к перекатке, к F-линии, учитывая, что никто из союзников не приехал его поддерживать. И, как вы видите, вот итог. Мы теряем сразу же Светляка. ИС-3 ошарашенный, просто обалдевший от того, что творится на фланге отсюда, быстро убегает. Там защитник 2-112 и Т-69 давят. У нас на базе стоит АФКшный черный ИС-6, от которого толку вообще никакого. Ну, в общем, в итоге враги приезжают сюда, и надо их как-то встречать. Так, защитник проезжает, сводимся ему в борт, и на 391 залетает. Надо еще раз прописывать, и желательно защитника уже побыстрее отправлять в ангар. Все шансы на это есть. Давай, ИС-3, еще один выстрел надо. 94 хп у него, и, походу, защитник успеет закатиться. Да, будем надеяться, что колесник его там снимет, на что, конечно, надежды особой нету. А, нет, все. Колесника отправляют в ангар. Теперь у нас на базе беззащитный черный ИС-6, по которому сейчас как раз-таки, походу, будет идти главный огонь. Да, вот, все. Они еще, кстати, не пробивают ИС-6. Ну, не каждым снарядом. Посмотрите, он еще и танкует, а ФК-6 там еще натанкует, и, походу, и насветит неплохо. Так, 3-5. Отъезжаем назад, защитник уже выкатывается, сводочка ему в борт. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Броня не пробита. Обидно. Обидно. Придется еще раз танковать. Если защитник, конечно, будет еще раз выкатывать, то он какой-то странный. Его там колесник. Кстати, колесник пробивает, уничтожает защитника. Так. Впереди два тяжа. 112-е. Почти фуловые. Один фуловый вообще был. Ну, сейчас мы его немножечко разменяли. Сразу же выезжает. Союзники помогают, но он очень плохо танкует. Неправильная позиция. Видим его НЛД. Второй выезжает прикрывать союзника. Или со взводного даже. Они оба во взводе. И сейчас дед третий. Посмотрите, в какой позиции вытанковывает. Все это месиво. Они оба его не пробивают. Мы уже косарь танканули. И даем еще и засвет команде. Там колесник отрабатывает под нашим разведданным. Еще один выстрел. И 112-е только что были фуловыми. А теперь они оба шотные. Одного снимает СУ-130ПМ. А второго СТРВС-1. И в итоге нашему ИСУ-3. Ни одного фрага здесь не досталось. Но досталось 3,5 тысячи дамага почти. И впереди фуловый Т-69. Который пытается барабанить по нам. Но мы держим все его снаряды. Тут же кадешимся. Понимаем, что Т-69 скорее всего в перезарядке. И надо выезжать догонять его. И вот так уезжающему Т-69 отвешиваем на 343. Тут же попадаем в засвет. Это колесник хотел нам на 320 прописать. Но не получилось. Не срослось. Так. В это время в квадрате Д-4 ВЗ-111 держит центр. Ну будем надеяться, что Прима Виктория его не ушатает там. Колесник выезжает. И как же ИС-3 здесь отжигает. С лютой вертухи вообще. Отвешиваем по этому линксу. И отправляем еще, ну, первого для нас противника в ангар. Хотя уже 4 тысячи дамага. Здесь выезжаем тут же на Т-69. И проходит Альфа 422. При Альфе в 390, ребята, это очень даже жестко. В это время союзников все меньше и меньше. Остается ВЗ-111 у нас. И СТРВ ХС-1 в квадрате А7. Ну посмотрим, продержатся ли они. Финал этого боя. Ребят, идут уже последние минуты. Сейчас будет нереальная развязка. Которая в каком-то плане вызовет у вас не очень определенные эмоции. Сейчас узнаете, короче. Ну а я пока хочу быстро вам напомнить, что спонсор этого видоса, ребята, с крутого сайта ВотКит. Где вы можете прямо сейчас поучаствовать в ежедневной раздаче 5000 золота. То есть вы просто переходите по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии под этим роликом. Листайте вниз сайта ВотКит и жмете участвовать. Очень классная раздача на ВотКит. Сейчас также там скидки 50% на все кейсы. Можно выиграть премтанк, золото, да все что угодно. И к тому же, если будете пополнять счет, обязательно при пополнении вводите мой промокод Бомбилка для ВотКит. Он также находится, ребята, в закрепленном комментарии к этому ролику. Ребят, промокод очень классный. Он даст каждому из вас на ВотКит при пополнении эксклюзивный подарок. Поэтому бонус, можно так сказать. Поэтому, если будете пополнять счет, этот промокод обязательно используйте. Бомбилка с двумя О. В закрепленном комментарии все написано. Проверьте сейчас. И ссылка, и промокод. Промокод многоразовый. Можете и друзьям скинуть, и соклановцам. И все они введут, и все получат подарки. Также, ребята, в этом ролике проходит розыгрыш золота от нашего канала. Можно до 10 тысяч голды поднять для участия. Прожимаем лайк. Да и вообще, давайте посмотрим, сколько лайков наберет красавец из 3, который уже почти 5000 родно нашвырял. Давайте проверим. Ну и подписаться надо, врубить колокольчик в режим всеуведомления. Также не забудьте оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником и одет вконтакте, чтобы я мог отправить вам голду. Ну давайте теперь смотреть финал. Счет уже 11-14. И один против четырех. Один против четверых противников. Остается из 3. И, честно говоря, ребята, это очень опасно. Сейчас одна малейшая ошибка, и все может сломаться в данном бою. Полторы минуты до захвата базы. Надо по-любому сейчас ехать. Там 4 танка. Посмотрите. Прима-Виктория. Борщ. Су-130. Прям из 3 зарядил фугас, потому что ждет, что будет выезжать борщ. Фуловый борщ. На 600 кидаем с поджогом! Обалдеть. Обалдеть. Он с одного снаряда почти укокошил этого борща. У него остается 185. И следующей пулькой мы его пакуем в ангар. Не из 3. И вот это ты сжешь, братан! Прима-Виктория аж обалдел. Откатывается назад. Прячется поскорее. Два танка на захвате. Так что, скорее всего, там еще Су-130ПМ есть. Уже 5 648 дамага. По-моему, в этом патче я больше на ИС-3 не видел. И еще не конец. У него еще есть ХП. Выезжаем. Фугас заряжен. Башня Су-130ПМ. Вот наша цель. И залетает туда на 492. Так, следующим фугасом нужно добирать Су-130ПМ. Откатываемся. Борщ продолжает нам помогать. Теперь только прикрывая от его союзников. Кидаем. И здесь вообще фугас залетает с нулем. Интересно, когда Су-130 на нас едет. Но, походу, мы и кританули пушку. И она поэтому не смогла дать дамаг. Надо было... Вот сейчас надо голду заряжать, потому что не так просто будет с пробитием, наверное. Но есть ХП. Он шотный. Кидаем. И броня не пробита, ребята. А Прима Виктория начинает пробивать. Кроме того, идет захват базы. Он еще раз нас пробивает. Последняя попытка. Голда заряжена. И опять броня не пробита. Когда противник видит нашу ошибку, выезжает и отправляет из-за третьего в ангар. Вот такое обидное поражение, ребят. Да, такое тоже бывает. Не только победы у нас в игре. Но давайте глянем итоги. Поддержим игрока лайком также. Ребята, сейчас вверху справа появляется другой видос нашего канала. Заходите, смотрите. А вот итоги. Это безумное количество дамага. 6 360. В конце, конечно, накосячил. Мог бы затащить. Но не вышло. Бывает и такое. Все, ребят. До скорых встреч. Всем удачи. Увидимся. Справа ролик. Заходите. Пока-пока.